Здравствуйте, уважаемые телезрители! На ЮАКрым тема дня в студии с вами ведущая Лариса Волошина. Сегодня Украина празднует День государственного флага. Указ о праздновании Дня государственного флага Украины был принят 23 августа 2004 года вторым президентом Украины Леонидом Кучмой. Что примечательно, праздник до этого дня существовал и отмечался он только в столице и в больших городах. Цвета украинского флага были выбраны благодаря сложившимся за долгие века взгляду украинцев на свою культуру, на синее небо, синий означает небо над головой, а желтый означает бесконечные плодородные поля Украины. Украинский флаг в разных оттенках существует уже более тысячи лет. Когда Украина находилась в составе Российской империи, вопрос национальной идентичности и самовыражения не поднимался вообще. Однако цвета украинского флага так или иначе все равно присутствовали на казачьих лейнодах и хоругвиях. Впервые украинский флаг в наиболее близком к современному виду был поднят во Львове в 1848 году, а 22 марта 1918 года он был принят Центральной Радой как символ Украинской Народной Республики. Фланг Украине в нынешнем его виде был утвержден в 1991 году 18 сентября Верховной Радой. Для Крыма флаг Украины является символом государственности, мужества и чести. В 2014 году это было доказано военными, которые до последнего защищали символ государственности от оккупанта. На ваших экранах сейчас видео, где украинские военные защищают флаг Украины от российских военных в Бельбеке. Стой стеной. Стеной стали, не дают снять. Наш сегодняшний гость Анатолий Мозговой, морской пехотинец, который в момент оккупации служил в части феодосийской пехоты, первый феодосийский отдельный батальон морской пехоты. Мы поговорим с ним о том, что такое для него символ украинской государственности. Здравствуйте, Анатолий. Добрый день, Владимир. Вот у меня первый вопрос, который я хотела вам задать, о флаге. Ведь в Крыму никогда особо не обращали внимания на символику. И тут вдруг в 2014 году, когда войска российские оккупанты просто уже стали хозяйничать на улицах крымских городов, вдруг неожиданно флаг стал чем-то таким, что стало и для военных, и для граждан означать не просто государство, а достоинство. И мне хотелось бы узнать у вас, как вы восприняли эту украинскую символику? Было ли изменение в отношении к государственным символам, по сути, из-за того, что произошла оккупация? Ну, насчет государственного флага в Крыму к нему относились всегда с уважением. Просто события так сложились, что некоторые люди переметнулись на другую сторону и перестали уважать. Но до сих пор остались и те, кто уважает. Я вот с 2005 года проходил воинскую службу на территории Автономной Республики Крым. И все время, во время учений в городе, где-то празднований, люди всегда радовались и уважали. Все понимали, как вы правильно сказали, как исторически сложились цвета нашего флага, что это действительно синее небо чистое наше и наши плодородные родющие земли. Всегда при прохождении военной колонны, во время учений или передвижения с полигонов на какие-то мероприятия, всегда люди хлопали, махали. И старички, те, которые встали на другую сторону внезапно, все уважали государственный флаг. Это странная перемена, которая произошла. Я просто наблюдала. Сила, сила. Испугали людей просто, понимаете. Вы думаете, это просто желание такое присоединиться к силе? Я думаю, что все-таки большинство людей, они нейтральны. Есть активное меньшинство, так как с помощью силы Российская Федерация осуществила силовой захват Автономной Республики Крым, люди просто стали бояться банально. Потому что толпы полупьяных, наркалых, казачков, всяких заезжих наемников, тех же кавказцев, сербов, непонятных узкоглазых, это все, конечно, людей запугало. Но с флагами до последнего момента люди поддерживали и ходили укутанными по городу с нашим флагом. И осуществляли поддержку. Флаг, конечно, это исторически во все времена, все войска, армии ходили с флагами в бой. И на крепости пока висел флаг, определенное войско или государство, крепость не была сдана. И люди наши, которые нас поддерживали, они во время этих всех событий, конечно, немножко преподнесли значение флага. Потому что, действительно, государственный флаг, это есть индикатор того, что это наша земля, и здесь наши войска, мы не сдадим нашу землю. Российская пропаганда говорила о том, что люди, которые ходили, что в Крыму была массовая поддержка местного населения. Вы знаете, я как свидетель того, что происходило, я видела скопление возле воинских частей, причем очень странных, экзальтированных личностей. И, как вы правильно сказали, там часть людей была абсолютно очевидно прибывших с Российской Федерации. Город в тот момент, вот если говорить о Феодосии, просто вымер. Было как-то тихо. И при этом я видела о том, что я видела украинских военных, которые ходили все-таки с шевронами, ходили по городу. Когда вы шли по городу, как вы ощущали себя? Были ли какие-то агрессивные выпады в вашу сторону, либо наоборот слова поддержки? Агрессия появилась уже, наверное, после этого псевдореферендума. Но с самого начала оккупации, когда только первые российские колонны, войска начали подходить к воинским частям, передвигаться по территории Автономной Республики Крым, поддержка была очень сильная. Люди не боялись. И, можно сказать, это случилось уже со временем только. Была разница какая-то между временем до референдума и после? Была, была разница. Референдум, мне кажется, сыграл с нами как бы плохую игру. То, что идея с ним возникла. Я не знаю, когда даже. В самом начале идея референдума никто не заикался даже об этом. Ни казачки, ни те военачальники, которые с самого начала начали переходить на сторону. А приходили, да, к вам поговорить? Конечно, приходили. Плюс приказы, которые отдавались разного рода военачальники, отдавали разнообразные, в общем, диаметрально противоположные приказы. То есть до референдума настроение горожан и граждан мирных, не только Феодосии, но и всего Крыма, было как бы более нейтральным. И они все были в ожидании, кто же сильнее, кто победит, на чью сторону стать. Потому что вот жители Феодосии, вы знаете, как в Крыму исторически в летнее время только работа появляется. В зимние, в холодные месяца люди в основном сидят дома, ничем не занимаются. На этом и сыграли. Люди сидели, какая-то часть населения, незадействованные. И они просто были заинтересованы, подходили к воинской части. Не все там пропагандировали, Россия, приди, или Путин, приди. Просто от того, что было у них свободное время, они приходили и становились участниками вот этих. Знаете, я наблюдала в тот момент за одной группой, тех, кто блокировал часть, как они централизованно ее оставили, дошли до ближайшего банкомата, сняли деньги. То есть вот эти люди на зарплате. Замечали ли вы? Значит, еще до событий, даже до захвата парламента автономной республики Крыма, мы начали появляться предводители так называемого казачества, вот этого, федосийского или федосийского. Ну, их там кто-то еще. Да, 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 вот этот гопник. На площадях, да, там перед АТБ, например, на Крымской. И с фургончика, там с газельки, в рупор, они созывали там людей, агитировали, как раньше говорили, за советскую власть, против Украины. Вот. И довольно-таки спокойно, безнаказанно ни полиция, ни представители там спецслужб, СБУ, никто им не препятствовал. Хотя напрямую им даже докладывали, просили, придите, уберите. И старушки, люди, в основном безработные, подходили, получали или георгиевскую ленточку, или какую-то там колбаску, или бутылочку водки на братан, за деда, за победу возьми. Ну и потом это все, конечно, привело к заинтересованности, и люди услышали, ага, часть все блокируют, давайте сходим. И кто-то за это получал деньги. Я вот видел, как бы, ну на видео даже видно в Ютубе, там вот эти активисты, они реально как актеры были, да, то есть они были проплаченные, знали за ученые фразы, которые надо было кричать на камеру красиво, вот, что их тут ущемляют, что военные бандеровцы, вот, хотя они даже не знают, где эти бандеровцы исторически. Да и как они выглядят, и кто это такие вообще. Как выглядят, да. У нас есть кадры штурма украинской части в городе Феодосий, который произошел в субботу 22 марта. 24 марта, во время этой спецоперации российская армия использовала бронетехнику, вертолеты, а также во время штурма были использованы светошумовые гранаты. Украинские воины защищались голыми руками, и кроме того, первыми на территории части были пущены пророссийские граждане, а за их уже живым щитом вошли солдаты Российской Федерации. Вот вы видите на своих экранах сейчас видео, которое снято в тот момент. Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот мы, Анатолий, вот то, что мы увидели, прокомментируйте, пожалуйста. Вы ветрялись. Ну, я не скажу, что мы были с голыми руками, что... Ну, говорят, там черенки от лопаты шли в ход, что там только не шло. В общем, в чем была самая главная проблема, да, применение огнестрельного оружия. И у нас вооружение было очень серьезное, да. У нас, я иногда шучу, мог бы остановить там или Урал, или Волга, потому что и подготовка военнослужащих была довольно-таки серьезная. Жилой сектор, дома, мирные жители, и как в предыдущих частях, россияне использовали мирных жителей. Не все там были идейные, не все были с нормальной головой. Вот. То есть, реально могли бы постраждать обычные люди просто. И потом на российских телеканалах просто бы показали действительно вооруженных досугов, безумных морских пехотинцев, бандеровцев, которые начали стрелять куда попало. И, конечно, добрая российская армия, она бы защитила всех. Ну, конечно. Чтобы вот эти вертолеты или просто истребитель какой-то, которые летали показательно над Феодосией, ну, пустили бы пару бы ракет и в хаосе просто эти пули бы летели бы, ну, куда попало. Да, это тоже надо понимать, что ваша часть находилась в густонаселенном районе. Очень густонаселенном. Рядом была чуть ли не школа, по-моему. Нефтебаза была. Да, нефтебаза, живой район. Дальность полета снарядов, ракет, если бы рванула нефтебаза, сгорела бы полфеодосии. Вот, и Черное море, там была бы экологическая катастрофа. Вот, были у нас горячие головы, мы были молодые, вот, бесстрашные. Вот, ребят, которых показывали, которые вышли с Крыма, да, это, ну, непростые ребята. То есть, это не дети, это довольно-таки хорошо подготовленные военнослужащие. Я вот даже могу сказать, что каждый из них может приравняться к взводному опорному пункту или к БМП, например, да, какому-то противнику. Потому что каждый из них — это один маленький винтик большой, мощной машины. То есть, была бы уверенность, да, и надежда в том, что наша смерть там или наше сопротивление не будет напрасным. С этим коллективом, с этим подразделением, с командиром, со всеми офицерами можно было бы давать нормальный отпор. И россияне бы уплывали бы оттуда на надувных водочках. Ну вот, за несколько дней до штурма, это уже после того, как прошел вот этот оккупантский референдум, уже после того, как, в принципе, органы власти все спустили флаги, они до этого их спустили, но те, которые стоялись, во-первых, ваша часть держала флаг. Во-вторых, вы же провели тогда спецоперацию, у нас есть кадры о том, как вы запустили в небо шарики с украинским флагом. Я попрошу поставить это видео наших режиссеров. Вот прокомментируйте, пожалуйста, что это, вот зачем это было сделано? Это вы такое... Да, это было, как бы, знаете, сделать хоть что-то, да, чтобы люди видели, что мы обороняемся, потому что контакты с внешним миром были обрезаны, да, к нам уже никто не заходил, никто не поступал, созваниваться было очень сложно. Показать просто на максимальной высоте, вот самое высокое дерево было, мы с товарищем пошли, купили гелевые шарики, да, надули их, подцепили флаг, который поднимался на высоту, ну, метров сорок где-то, на двоинской части. Очевидцы говорят, что даже после штурма части он еще был там. Он висел, он запутался на проводах электрических, его было очень сложно снять. Ну, как бы, для нас это непростой символ, потому что, я же говорю, государственный флаг, он придает и уверенности в бою, и воинам нашим, даже вот и на Донбассе, везде это видно. Опять же, почему его так воспринимает противник, да, потому что с этим флагом люди реально прошли и Крым, и войну, вот. И он, это не пустые слова, это не пустые цвета для наших военнослужащих. И я думаю, что бы там ни случилось, ну, для тех ребят, да, которые воевали, которые прошли Крым, это не пустой там кусок ткани или еще чего-то. Знаете, вот тот вопрос, который меня всегда интересует вот после этих событий, я очень часто слышу от людей, прошедших уже поля сражений на Донбассе, они говорят, во-первых, они разочарованы, то есть те добровольцы первые, которые пошли там чуть ли не с Майдана, вот, добробатые, они все время, они говорят о том, что они не ожидали, что будет так, что вот они сейчас, то есть звучат такие фразы, что если танки будут в Киев, вот я не выйду. Что касается крымских военных в Крыму, вот, я все время привожу вас в пример, потому что оказаться там без связи, когда вам присылают контр-адмирал, он придает там, ну, не знаю, через день приезжает к вам рассказывать ребят, давайте вступаем в русскую армию, то есть вот это тотальное предательство, вот эта атмосфера нености, видеть, как падает твое государство, выйти, зная прекрасно, что происходит, каково состояние армии, каков противник, выйти на свободную территорию, пойти в армию и пойти в бой, это осознанное решение, это не юношеская эйфория. Я хочу у вас спросить, что вас подвигло, вы ведь вышли и пошли воевать. Как вы принимали это решение? Я думаю, самое главное, это то, что я не употреблял алкоголь все это время, да, потому что реально под воздействием алкоголя много ребят из других воинских частей, они реально не подумавшие, там, некоторые сейчас жалеют, остались там, да, вот. Решение было действительно осознанное, очень тяжелое, потому что и семьи некоторых там и жилепа оставалось, я вот тоже там как бы вышел счастью, жена с маленьким ребенком, с дочерью собирала эти вузлы, все вещи, паковала, неизвестно, как она выезжала. Вот, очень тяжело. Мы знали, хоть там и обещали нам сладкие там всем и жилье, и деньги, и все у вас будет хорошо, и вы, в общем, ни в чем нуждаться не будете, мы отвоюем Крым, все будет классно. Ну, мы не маленькие, то есть, все понимали, то есть, тяжело. У нас, во-первых, не было даже места, куда мы переедем, где эта часть будет, откуда брать вооружение, как все будет, все заново. Мы ехали вслепую. Многие испугались вот именно этого решения и остались там. Вот. Но решение было осознанное. И тем более осознанное было решение, когда поступил приказ после начала антитеррористической операции, когда российские войска начали заходить на территорию уже немирным референдумом, как пытались они в Крыму это там сделать, когда действительно начались обстрелы, начали гибнуть наши люди, все военнослужащие, которые вышли из Крыма, это было осознанное решение принимать участие в освобождении нашей территории, на территории Луганской и Донецкой областей. Вы слушаете до сих пор? До сих пор, да. Тяжело, очень много разных там кривотоков, настроений. То есть не все хорошо, да, не все. Но мы стараемся, стараемся. Когда каждый будет делать свою работу, хотя бы на оценку удовлетворительно, то я думаю, у нас все будет намного лучше, чем сейчас. И мы стараемся. Военнослужащие все стараются. Доводилось ли вам поднимать украинский флаг в зеленых пунктах Донецкой области? Так заходить и поднимать? Ну, это правильно. Это правильно. Даже мирные жители, которые на временно оккупированных территориях живут, они уважают флаг. Не все, конечно. Некоторые горечью войны были, конечно, отдалены от Украины. Они возненавидели все украинское, потому что война... В войне не бывают победителей, есть только жертвы. И жертвы и с нашей стороны, и больше с нашей. Российские тоже там военные погибли. Но это все наши люди. Они возненавидели Украину, потому что война, война, это горе. Особенно вдоль линии соприкосновения. Но если людям предложить альтернативу в войне, я думаю, за пятый год уже войны люди подустали. И большинство, я думаю, даже Донецкой и Луганской области, они не против вернуться. Не против вернуться. Время лечит. Время лечит. То есть со временем, я думаю, все-таки мы вернемся. Вернемся. Или просто как-то жизнь изменится, и все равно мы будем жить дальше вместе. Вы для себя задавались вопросом, хотите ли вы вернуться в Крым и при каких обстоятельствах? Мы вернемся туда, в любом случае. Знаете, вот в этом смысле мне очень нравился, ходил пост одного из украинских военнослужащих. Я так понимаю, что это, ну, он был под псевдонимом, понятно, но я так понимаю, что это кто-то из крымчан, из Алушты, кто вышел на свободную территорию и пошел в бой. И он писал о том, что мы рано или поздно вернемся на броне украинского танка. Да, да, был. Вот этот момент, вернуться в Крым победителем. Ну, значит, на танки это неправильно. А как? Ну, опять же, это война. Опять танк, людей пугать. Вот за 4 года у нас произошли некоторые изменения, конечно, в стране, но их пока что недостаточно. А вот там произошли изменения? Вы общаетесь с вашими? Общаемся, общаемся. Ребята приезжают, те, которые уволились при Украине еще, да, и проживают там. Они свободно приезжают на территорию Украины. Вот, свободно перемещаются. Они рассказывают то, что там происходит. Да, изменения произошли, но только для силовых структур. То есть военные, пожарные, милиционеры, внутренние войска или кто там у них, во гвардии. Вот, для них, да, изменения произошли. Хорошо они вкладывают деньги в инфраструктуру, да, но это, опять же, в логистических и военных всецелях, да, то есть логистика, доступность перевозки грузов, это очень важно. В это надо вкладывать деньги. А все остальное изменения, ну, не идут. Спасибо большое. Я вот слушаю вас, я вспоминаю слова Владимира Вениченко. Он сказал о том, что быть украинцем, это постоянно доказывает свое право на существование. То есть, очевидно, это судьба такая. У нас есть еще одно видео о том, как курсанты Нахимовского училища, когда их попытались привести к российской присяге, как они отреагировали на это. Давайте посмотрим. Душу и тело мы положим за нашу свободу и покажем, что мы братья Козацкого крови. Ну, вот мы видим, как молодые люди в ответ на попытку оккупационных властей сделать праздник, пустить российский гимн, просто показали, что они Козацкого рота. Я благодарю нашего гостя Анатолия Мозгового, морского пехотинца, военного, который в момент оккупации служил в феодосийской части морской пехоты. И в заключении, перед тем, как попрощаться, мне хотелось бы сказать о том, что украинский флаг – это символ нашего достоинства. И впервые украинский флаг обрел такую мощь и такую силу именно в Крыму, благодаря тем людям, кто не предал. На этом я с вами прощаюсь. В студии для вас работала Лариса Волошина. Для того, чтобы всегда быть в курсе событий, подписывайтесь на нашу страничку в фейсбуке. Всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова